And I give the floor to the representative of the Russian Federation. Наблюдается интенсификация боевых действий, особенно в провинциях Марип и Шабгу, которые принимают ожесточенный характер. Растет число жертв. Особенно уязвимыми остаются гражданские лица, в том числе в различных еминских городах, и беженцы, и временно перемещенные лица. Гуманитарная обстановка уже долгое время находится на грани. Это касается всей территории Ямина. как под контролем правительства, так и движения Ансарала. Мы отмечаем усилия ГУМ-агентства ООН, в первую очередь УКГВ, и тот скромный, но прогресс в организации ГУМ-доступа. Однако ни один район страны нельзя назвать устойчивым или безопасным, включая продовольственное и медицинское обеспечение. В этой связи напоминаем всем сторонам конфликта о необходимости обеспечения ГУМ-доступа нуждающимся, отмена ограничений на доставку продовольствия, лекарств и других товаров первой необходимости во всех районах страны. Серьезная беспокоенность вызывает также непрекращающиеся атаки на гражданские объекты в Йемене и Саудовской Аравии. Призываем к неукоснительному соблюдению положения международного гуманитарного права, незамедлительному и полному отказу от боевых операций, которые приводят к разрушению невоенной инфраструктуры и жертвам среди населения. Обрисованная ситуация, оценкой которой у членов СБ совпадает, подтверждает необходимость скорейшего запуска полноформатного мирного процесса в Йемене. Центральную роль в этом вопросе принадлежит ООН. Мы поддерживаем Ханса Грюнберга и рассчитываем, что он в скором времени выйдет с конкретными предложениями и дорожной картой в регулировании. Со своей стороны убеждены, что успех мирных начинаний будет обеспечен только в том случае, если они будут основаны на принципе учета мнения всех элементов йеменского общества, представителей всех конфессий, политических сил и регионов страны. Маргинализация в этом вопросе лишь отдаляет нас от цели установления мира. Надеемся, что спецпосланник примет этот совет во внимание и подойдет к проблеме с точки зрения обновления базы урегулирования с учетом необходимости ее подгонки под объективные реалии на земле. Безусловно, необходим и конструктивный вклад государств в регионы. С учетом влияния йеменского конфликта на общерегиональную обстановку, включая проблему в безопасности судоходства и последний инцидент, и сохраняющиеся недоверия между ведущими игроками, напоминаем о резолюции Совета Безопасности 598 и других инициативах, в том числе о российской концепции коллективной безопасности, направленных на региональную стабилизацию. Благодарю вас.